Огонь! Воу! А в холодильнику холод! Тут грязь не смотрите, бойлер у нас теплый. Привет! Это тепловизор. Один из самых компактных, но с очень хорошими возможностями для множества профессий и может применяться где угодно. Данный экземпляр достаточно свежая модель мобильного тепловизора InfiSense P2 Pro от Infiray. Подходит для смартфонов на Android с коннектором USB Type-C. Из плюсов могу выделить крупную линзу, компактные размеры устройства, а также высокое разрешение матрицы и частоту обновления изображения в 25 Гц. Вообще гаджет очень интересный. Это достаточно свежая модель. Если рассмотреть характеристики, то вот они какие. Разрешение 256 на 192 точки, размер пикселя 12 микрометров, частота кадра 25 Гц, рабочая температура от минус 10 до плюс 55, температура хранения от минус 10 до 55 также, диапазон измерения, кстати, вот что интересно, от минус 20 до 600 градусов, точность измерения плюс-минус 3 градуса. Интерфейс Type-C, размеры маленькие, вес изделия 9 грамм, потребление всего 0,25 ватта, что обеспечивает работу телефона Samsung на полной мощности в течение 5-7 часов. В комплекте есть магнитный микрообъектив, это для мелких деталей. С ним можно легко увидеть малюсенькие резисторы по пару миллиметров и глянуть, дают они тепло или нет. Такой гаджет будет нужен во многих профессиях и во многих делах, например, для измерения температуры в домохозяйствах, водоснабжения, электроэнергии, распределения трубопроводов и проверки разных разломов и протечек. При поиске людей также очень полезная штука. Его могут применять инженеры различных направлений при различных проверках оборудования, да и вообще где угодно. Там, где есть тепло или холод, эта штука точно пригодится. Этот обзор коротким не будет, потому как гаджет показал много чего интересного. Поехали тестировать, но сначала покажу, как им пользоваться. Итак, давайте теперь посмотрим на работу нашего тепловизора в действии через его приложение. Для начала я скачиваю приложение P2 Pro. Оно у меня уже скачано и когда оно установлено, теплок будет запускаться сразу же. То есть вынимаем его с коробочки, подключаем его просто. Смотрим. Раз. И теперь смотрите. Оп. Автоматически телефон заходит в приложение и вот автоматически пошла работа приложения. Автоматом. Все очень удобно. Давайте посмотрим на настройки. Это у нас профессиональный термометр. Мы его подключаем. Так. Язык посмотрим. Стоит системный. Можно поставить русский. Ставим русский. В предыдущих версиях русского не было, был только английский и китайский. Уже добавили русский. Что хорошо. И вот сразу же язык добавлен русский, но почему-то он не сработал. Пробуем еще раз. Включен русский, но почему-то не сработало. Работает только английский. Здесь температурные настройки можно выбрать. В общем, кому интересно, посмотрите настройки, когда уже купите. Итак, мы можем снимать видео. Опять же, вот моя рука. Можем снимать видео. Можем снимать фото. То есть, фотографировать или снимать видео. Также можно поставить, например, вот. Можно поставить point. Это точки. Можем поставить несколько точек. И от этих точек отслеживать температуру. Это также дальше. Далее разберемся. Можно поставить вот такую вот линию. Диапазон. И будет вымерять температуру от этой линии. По этой линии, вернее. Сейчас далее все рассмотрим. Есть вот такой вот диапазон. То есть, в этом диапазоне будет вымеряться уровень. Будет вымеряться температура. Также вот мы видим полностью все обозначения температуры. Ну, это мы поудаляем сейчас. И также есть большая палитра изображений, что также очень удобно. Давайте посмотрим на примере руки. Есть вот так рука будет отображаться. Вот так привычным к нам красным, зеленым. То есть, это широкий спектр. Тепловизор с широким спектром. Ну, в общем, ставим Iron Red. Это будет показывать нам тепло. И погнали тестировать. Также, что отмечу. Можно этот тепловизор использовать с кабелем, который идет в комплекте. Я вам с кабелем покажу. Возможно, я потом с ним буду использовать. Но в дальнейшем я просто прикреплю тепловизор к телефону. И мы будем смотреть от телефона. Показывают кабеля. Подключаем этот кабель-переходник к телефону. Подключаем тепловизор. Сразу же идет загрузка тепловизора в телефон. И смотрим. Вот я себя вижу. И все, что вокруг. То есть, тоже очень-очень, в принципе, удобно. Можно поднимать. Можно заглядывать, куда вы хотите. Видите? Всем привет. Можно заглядывать, куда вы хотите. Вот так. И будете видеть. Все. Вдали от телефона. Также есть макрокамера. Цепили макрокамеру. И можем разглядывать температуру в близких участках. То есть, близко можем разглядывать температуру. Макрокамера. Это все понятно. Дальше также ее протестируем. Погнали тестировать. Итак, теперь я предлагаю, давайте пройдемся по квартире. И посмотрим, что здесь вообще и как. Что тут по теплу. Видим. Это вот мы сейчас ходим. Вот я. Вот так даже камеру вам сейчас включу, покажу. Вот мы видим квартиру. Камеру я потом переключу, чтобы было все лучше видно. Чтобы вам картинка не заграждала. Итак, видим, что кухня холодная. Видим, что на улице холодно. Вон на улице. Видим, что пол отдает, скажем так, тепло. Что нету холода основного. Вот у нас кран. Вот кран. Посмотрим, какая будет вода. Сейчас вода холодная. Видите? Холодная. А теперь горячая вода пошла. Все хорошо тепловизор нам показывает. Вот, кстати, что очень прикольно от прикосновения руки. Вот, видите? На столе остаются прикольные отпечатки. Подходим к бойлеру. Давайте бойлер посмотрим. Бойлер у нас теплый. Тут грязь не смотрите. Бойлер у нас теплый. И видно, что вон по бойлеру идет горячая вода. Причем, заметьте, вот эта трубка. Так, я камеру отключу. Вот эта вот трубка холодная. А вон трубка горячая вода. Тут мы видим, что у нас пошла теплая вода. Вот я трогаю. Тут все тепло, потому что теплая вода пошла. Давайте интересно посмотрим. Мне интересно посмотреть на микроволновку, например, когда она будет действовать. Сейчас она отключена. Но, как только я ее включил, интересно, ничего не происходит. Микроволн нет. Но, даже не знаю. Что-то поставить нагреть хочется. Допустим, пластик. Будет она пластик греть? Греть будет, но волн не видно. Интересно. Чайник. Также у нас чайник видно, что теплый предмет. Рука у меня получается горячая. Перейдем к холодильнику. Посмотрим, что же будет у нас в холодильнику показывать. А в холодильнику холод. Как вы видите. Сплошной холод. Можно также посмотреть. Вот поставить point точки. Например, вот эти три точки. И он будет показывать нам температуру. Это у нас верхнее отделение холодильника. Это у нас нижнее отделение холодильника. Вот как-то так. То есть, мы точки эти можем поставить и удалить эти точки. Поставим вот так линию, допустим. Вот такая у нас температура. Вон у нас улица. Так, вот у нас улица. Я тоже еще пару точек поставлю, чтобы она показывала нам температуру. Улица холодная. Опять же, открываем окно. У нас тут идет дождь. Как видим, вот едет машина. Машина холодная в данный момент, видите. Но, опять же, можно поставить другую палитру совсем. Вот, можно менять палитры. И ставить ту палитру, которая вам удобнее. Но пока что у нас Iron Red. То есть, на тепло палитра. Закрываем окно. У нас окно холодное. И теперь мы ничего не видим. Грубо говоря, что делается за окном. Потому что тепловизор снимает холодное окно. Но, вот мы раз и ставили свой отпечаток. Идем дальше. Предлагаю поэкспериментировать с огнем. Ну, опять же, как мы видим. Это у нас комфорочка. Тепленькая немножко. Так, это у нас P3. Температуру, вот мы можем видеть. Теперь, давайте, включаю я огонь. Воу! Круто, да? Давайте поставим вот так сюда точку. P3. И видим, как у нас температура поднимается. Поставим на большую температуру. Вот у нас пошла температура. Чем подношу ближе, тем температура больше. То есть, чем предмет ближе, тем он будет показывать настоящую температуру. Опять же, вот у нас примерно полметра, даже больше. И показывает вот такую температуру огня. Но, если мы подносим нормально, на нормальное расстояние, то P2 показывает у нас 100 градусов, даже больше. Также, давайте рассмотрим на фоне огня палитры, которые мы можем увидеть, ну, грубо говоря, ночью. То есть, на теплые предметы. Вот может вот так огонь показываться. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот эта палитра очень интересная. То есть, рука у меня, она теплая. Она у меня вот такая вот. Вот. Но если сравнивать ее с огнем, видите, то он показывает, ну, как бы, настоящий источник тепла. Тепла. Так. Потом есть вот такая палитра. Также, если сравнивать с рукой, вот так будет все видно. И есть вот такое вот отображение. Вот. То есть, теплые предметы будут темными. Black hot. Но я хочу поставить на red. Iron red. И вообще, вы можете спросить и задуматься, для кого нужен такой тепловизор. Так, переключу камеру. Такой тепловизор, ребятки, мне кажется, нужен для очень многих работ, профессий и направлений. Так. Вы при стройке можете проверять места утечки тепла. Это актуально зимой. Когда у вас, например, теплый пол, вы можете посмотреть по тепловизору, как у вас идет теплый пол, где у вас есть разрывы. Вот. И, ну, опять же, посмотреть какие-то нюансы. Как вы видите, все вот отображается. Вот у нас лампочки дают тепло. Что у нас еще дает тепло? Кстати, интересно, что у меня вытяжка дает тепло. То есть, я не вижу, что тут нагревается, но оно нагревается. Вот так покажу. Оп. Это у нас подсветка. LED-подсветка. Как видим, подсветка есть, а тепла от нее совсем мало. Совсем. То есть, посмотрите, какое тепло идет от лампочек нагрева, да? А это не LED-лампочки. Не, вернее, это LED-лампочки, но у них большая мощность. А теперь посмотрите, какой идет нагрев от LED-ленты. Ну, никакой. Вообще, еле-еле идет. нагрев от LED-ленты. Также предлагаю переместиться нам в другую комнату и посмотреть, как у нас, например, работает. Смотрите. Компьютер. Монитор, как у нас работает. Тоже очень занимательно и интересно. Монитор нагревается только с нижней, в основном, с нижней части. Также вот так мы опускаемся и видим, что у нас здесь роутер работает. Причем, ну, я никогда не подумал бы, что он такой горячий. И вон ниже у нас компьютер. Причем, опять же, заметьте, греется задняя часть компьютера больше. Это у меня видео-рекордер. Ой, то есть, аудио-рекордер. Давайте посмотрим, греется он вообще или нет. Интересно греется. А тут моя пятая точка сидела. И тут тоже тепло. И смотрите, я аудио-рекордер забрал, а след от него теплый остался. Что очень интересно. Если вы зададитесь вопросом, как можно замерять температуру, то есть, большие градусы, то я вам сейчас покажу. Будем замерять паяльник. Тут у меня сразу стоит 450 градусов или 400, вроде 400 градусов, но паяльник может врать. Мы сейчас и тепловизором проверим. Надеюсь, вам будет видно хорошо. Пока что мы запускаем. Вот видно, запустился паяльник. Сейчас он нагреется. Чтобы включить вам измерение высоких температур. Кстати, еще вот хочу заметить. Это телефон не мой, это телефон жены. Он немножко помощнее за мой. Мой телефон при измерении высоких температур сильно глючил, вис, и, короче, была беда печаль. Итак, чтобы измерить высокие температуры, переходим в mode и ставим width range. Это мы будем измерять высокие температуры. При height image quality он нам высокие параметры не покажет. То есть, вывод такой. Если вы будете, если вам нужно измерять высокие температуры, неважно где, где в данном случае у нас на паяльнике, то вам нужен мощное устройство, мощный телефон. Ставлю точку, и у меня уже показывает 340. Надеюсь, вам видно. 340. 350. Вот видите. Если близко поднести тепловизор к горячему предмету, у него срабатывает защита. Тоже имейте в виду. И вот, что я забыл сказать, вот этим вот нажатием мы очищаем линзу, скажем так. То есть, линза сама себя перезагружает, чтобы корректно вымеривать температуру. Так, надеюсь, вам видно телефон. В данный момент у нас 330. Вот, я думаю, вроде как бы вам видно. 380. 386. Ну, около 400 градусов. Опять же, паяльник, вы видите, обычный, он может немножко врать. Но, грубо говоря, он около 400 выдает. Ну да, у меня тут на максимум выкручено по 380. Ну, в общем, горячие предметы проверить можно. У тепловизора заявлено, что он может вымеривать 600 градусов, но я не могу вам нигде показать такую температуру, чтобы ее вымерять. Максимум около 400 на паяльнике. Так что как-то вот так. Вот видим 391, 398. В общем, шкала прыгает, около 400 есть. 400 градусов. Круто. Так, продолжаем дальше ходить, наблюдать за всем, чем только возможно. На самом деле очень прикольная штука. Ну, я, конечно, так сейчас развлекаюсь. Вот у меня лампочка идет. Я сейчас так развлекаюсь, но хорошо смотреть. Вообще в квартире места утечки тепла, скажем так. Вот видим, у меня окно, оно открытое. И вот в данный момент мы можем увидеть утечку тепла. Везде все теплое, как мы видим, правильно? А вот только переводим и видим, что вот этот проем, он дает холод. Вот видим, откуда идет холод. То есть зимой, если у вас есть холодные участки где-то, то можно очень хорошо наблюдать. Вот смотрите, вот я знаю, знаю, что отсюда дует холодно, потому что у меня здесь не идеальное прилегание окна. У меня тут нужно заменять элементы окна. И в данной ситуации очень хорошо видно, что тут холодная зона у нас. Посмотрите, холодная зона. Также давайте посмотрим, если можно white hot включить режим, то опять же можно увидеть, что тут идет холодная зона. так, давайте посмотрим в каком-то другом режиме. Black hot. Вот, опять же, да, у меня рука теплая, она черная, а тут белым, все белое, потому что холодно. Но опять же, давайте поставим на red, iron red. Это у нас балкон, идем дальше. Также вот мы переходим на второй балкон, и вот, что мы можем видеть. Окна у нас идут холодные, и я знаю, что эта стена, вот эта стена зимой у меня, она холодная. У меня вообще здесь очень холодно зимой, и грубо говоря, я сейчас могу посмотреть, утеплено у меня или нет. И что увидим, что ничего здесь не утеплено. Ну, хорошо здесь ничего не утеплено. Прям вот реально. Вот, например, сейчас у нас окна видно, да, открываем, открываем окно, и вот совсем другая история. Совсем другая история. У нас сейчас, кстати, на улице идет дождь, что интересно. Вот такая картина. Это у нас на улице. Только мы закрываем окно, раз, холодное окно, сразу он отображается, что она холодная. Если посмотреть вот так, например, на эту всю комнату, то мы можем видеть, сейчас вам подключу камеру, что мы можем видеть окна холодные вот у нас, стена сверху холодная. Эта стена теплее, чем вот эта стена, видите, эта стена тепленькая, а вот эта стена холодная. Я знаю, что вот там у меня нужно утепляться. низ более-менее, видите, если сравнивать низ, то он будет потеплее, вот эта вот часть. Ну и вот уже теплые предметы. Также, если смотреть, то у меня вот тут холодно, видите, а там он вообще капец, что делается, видите, там сырость как раз. Еще раз камеру подключу. Вот, вот там, вот там, вот там на камере, а вот там на тепловизоре. там холодно и сыро, потому там его так и показывают. И теперь предлагаю передвинуться на еще один балкон. Итак, переходим на еще один балкон и что мы можем с вами посмотреть. Идет опять же дождь. Хочу еще раз попробовать попробовать палитру. Вот так у меня рука обозначается. То есть сейчас я вижу что у меня вот еще раз так вот видите рука теплая там все холодное. Но я все-таки еще раз включу отход. Ironwad вернее. Нет. Мне сейчас вот так удобнее я вам скажу честно. Подключаем камеру. Что мы видим? Что у меня полностью холодный балкон. Вот у меня теплая рука и где теплые участки там должно быть черное. А у меня все белое. Значит этот балкон полностью не утеплен. Полностью он не утеплен. То есть его в будущем нужно будет еще утеплять. Вот у меня рука все холодное. И вот в данном случае мы видим вот в данных местах утечки тепла идут. Вы можете все это наблюдать. Вот видите тут утечки тепла идут. Вот я вот так руку прилаживаю и слышно как идет холодный воздух. В принципе низ более менее теплый. Но вот утечка идет тепла у меня вот она прям видно это стекла старые они не металлопластиковые. Вот утечка идет тепла. Видите вообще все холодное показывает. Это у нас потолок идет. Он у нас потолок. Как видите потолок холодный. То есть потолок тепла не измечает или не удерживает. Ну и холодные окна полностью холодные окна. Опять же пол давайте посмотрим по сравнению змеи теплой рукой пол очень холодный. Вот видите также это вообще были потеки воды и тут прям холодно. Причем это утеплено тут пенопласт вне. Вот опять же балкон у меня старый еще не деланный и опять же в данной ситуации я понимаю что нужно его делать полностью полностью делать нужно этот балкон потому что тепла тут вообще нету нигде. Это у нас металлопластиковые двери. вот и сами двери ну они холодные потому что они созданы чтобы удерживать тепло. Вот как-то так. Идем далее тестировать. Вот у меня кстати батарея да вот батарея она холодная сейчас. А почему? Потому что там нету тепла никакого. Там ничего не течет. холодной даже воды нету трубы пустые. так что так что ребятки продолжаем тестировать дальше на других устройствах не на квартире а на паяльнике на машине дальше посмотрим как работает данный тепловизор. Но штука офигенная и его я хотел себе давно. Так имеется у меня в наличии вот такое зарядное устройство. Оно сейчас выключено на тепловизоре показывает что оно везде холодное. Давайте включим его посмотрим что будет показывать дальше. так видим что включилась и смотрим так на что смотрим я вот хочу увидеть идет какой-то нагрев или нет ага ну вот видим что нагрев есть вот наша нагрев есть но очень маленький очень маленький нагрев вот меняем спектры если например в одном спектре плохо видим можем поменять спектр на другой вот поменяем на черный и видим где в каком месте нагревается наше зарядное устройство давайте еще раз посмотрим на вот этот попробуем вцепить макролинзу что с макролинзой будем видеть интересно так подцепили макролинзу ну вот допустим с макролинзой да вот что я вижу то вот в этой части идет нагрев вот почему потому что тут лад лампочка есть то есть вот таким макаром вы можете проверять ваши детали на их нагрев ну в данном случае все нормально я покажу картинку картинка как оно выглядит когда вы проверяете детали там например компьютера материнской платы вот и там тогда уже видно что и как работает и где у вас например идут потери ну где пробитая плата например ну в данной зарядке все хорошо ничего показать особо не могу потому что все хорошо все нормально хочу показать вам очень интересный вид улицы смотрите прошел дождь у нас теплое все теплое будет красным смотрите вон машина едет это у нас вид с улицы только прошел дождь смотрите да вон у нас сразу видно это у нас магазин и вон труба от магазина вон люди стоят смотрите вон машина поехала вон видите вот как все показывает все показывает что теплое если мы хотим например точку поставить да температуру ну вон показывает температура вот если мы так наведем температуру вот показывает температура холодная 20 градусов допустим вот меньше поставим сейчас вот смотрите еще машина едет посмотрим насколько она будет горячей или теплой не очень теплая видимо только что завелась потому что я снимал пару минут назад то машина там где двигатель то она была аж горячей вон давайте вдаль посмотрим все холодное в принципе все холодное потому что на улице сейчас прохладно можем поменять спектр как мы хотим еще раз ну а то для ночи будет не очень я думаю все таки поставим вот этот вот смотрите еще машина одна едет вон видите какие у нее колеса красные то есть машина уже немножко проехала так вот так видно красный спектр если мы переключимся на темный вот видно темный спектр получается black hot ну iron red в данной ситуации то не очень хорошо показывает потому что ночь то есть нужно под каждую ситуацию смотреть свой спектр как то так предлагаю вашему вниманию посмотреть еще гараж это мы внутри гаража вон улица вот видим машину ну вообще у нас сейчас жаркая погода на улице и вот что мы можем увидеть у нас ворота гаражей нагрелись вот есть горячие участки и вон все нагрелось потому что что потому что вон у нас солнце видно вот это вот красный красное пятно большое это солнце сам гараж вот отключаю камеру сам гараж мы видим что все у нас холодное это у нас фен как вы видите фен он только что работал давайте его подключим сейчас и еще раз запустим сейчас запущу запустил он работает и сейчас еще больше будет нагреваться вот мы видим пошла реакция выключил фен и он горячий можем посмотреть например на стены стены у нас черные значит они холодные можно посмотреть другой спектр например вот такой красный и видим что стены синие да вот та часть стены она синяя то есть она холодная но все таки в данный момент я предпочту вот такой спектр светильники видим что они теплые ну то есть мы можем наблюдать какие точки у нас кстати фен можем посмотреть какая у него температура примерно сейчас и включить смотрите мы включили и вот пошла температура подниматься ой горячего очень горячий я камера отдаляет немножко я руку чуть чуть не тот самый не обжег ну вот такой у нас сейчас замер температуры вот машина вот холодный гараж на здоровьем горячего и здоровьем горячего